снова приветствую всех кто уже вместе со мной начал создавать проект шутера от первого лица с использованием raycast предыдущих частях урока мы загрузили импортировали из asset store необходимый пакетч со всеми сценами и материалами заготовленными и в следующей части мы сделали уже скрипт и начали его писать первое что мы сделали это мы описали ряд переменных эти переменные у нас имеют два модификатора доступа первая часть переменных это переменные с модификатором доступа public так называемые публичные переменные которые напомню мы можем увидеть в редакторе мы прикрепили наш скрипт на объект ган и вот он здесь у нас виден и мы видим вот эти публичные переменные их значения мы можем здесь не только увидеть но еще и изменить например я хочу поставить из 2 соответственно будет применяться вот это значение но я пока менять ничего не буду пусть останется один любые изменения которые мы вносим они влияют на сцену и соответственно эту сцену в данном случае я изменила несколько раз значение и эту сцену надо сохранять постарайтесь ввести в привычку частое сохранение нажимаем control s для того чтобы у вас ничего не потерялось особенно если вы работаете на не очень мощном компьютере или у вас нестабильная сеть интернет или еще какие-то возможные технические трудности вернемся к нашему скрипту и так у нас есть ряд переменных и возможно начинающим программистам не совсем понятно откуда они взяли зачем их так много и даже их назначение вызывает вопросы потому что мы всего лишь изучаем технологию мы не знаем еще алгоритма но профессиональные программисты да они могут за раз объявить вот такое количество переменных потому что они представляют себе алгоритм и могут сразу уже в голове его прокрутить и все что нужно для его реализации в плане переменных данном случае описать и инициализировать то есть вот это вот одна строчка называется объявление переменной где мы указываем модификатор доступа тип переменной имя переменной и можем ее инициализировать задав начальное значение хотя это не всегда необходимо не и всегда это делается именно здесь я также рекомендовала в прошлой части урока записать в виде комментариев более подробно для чего нужна каждая из переменных хотя в реальных проектах это делается не всегда потому что имена переменных пишутся таким образом чтобы сами их идентификаторы говорили о том для чего они предназначены в данном случае вот первая переменная имеет идентификатор gun damage пишут как правило по-английски и английскими словами здесь по сути два слова и это как бы урон оружие что ли можно так перевести обратите внимание на то как пишутся эти идентификаторы первое слово пишется с маленькой буквы все остальные маленькие а второе слово начинается за главные буквы для того чтобы мы могли визуально разделить эти два слова пробел в идентификаторах переменных не допускается вот видите у меня сразу сообщение об ошибке и здесь тоже ошибка это нельзя делать ну и вот такая вот запись называется верблюжья нотация у нас как бы заглавные буквы они как горбы верблюда поэтому так и называется но если не нравится такая запись в крайнем случае иногда на си шарпи разрешается ставить вот такой разделитель подчеркивания но это тоже не очень красиво и не всегда используется поэтому привыкаем сразу к тому что переменная лучше идентифицировать вот таким вот образом сверхблюжья нотации вернемся к нашим публичным переменным и так у нас есть публичные переменные имеющие начальное значение но есть еще одна публичная переменная типа трансформ называется ган-энд и мы сказали что здесь будет храниться ссылка на некий пустой объект с помощью которого мы узнаем где в третьей мере будет находиться конец дула пистолета так и называется ган-энд и если мы посмотрим в редакторе то у этой переменной начального значения нет тут написано нам и в скобках transform это значит что переменная пока не имеет никакого значения это значение мы можем задавать программно в данном случае мы это зададим это значение зададим с помощью редактора unity но прежде чем мы это сделаем нам необходимо создать этот самый объект и сделаем это следующим образом у нас есть вот этот вот пистолет и сейчас мы сделаем для него еще один дочерний объект который будет фактически частью его но чтобы было немножко понятнее что происходит вот на сцене можете так вот разместиться крутим колесико мыши мы приближаемся удаляемся нажимаем правую кнопочку мыши на поворачиваемся если развернитесь так чтобы вы видели наше оружие и здесь есть еще вот эти вот иконки это так называемые гизма мы можем их немножечко видоизменить чтобы они не были такими огромными вот здесь вот есть дополнительные настройки сцены нажимаем на маленький треугольничек справа и выбираем флажок 3d icons ну либо можно сделать вот так вот эти иконочки помельче либо можно вообще флажок убрать тогда иконки не будут изменять размеры и не будут нам так мешать это иконки и вот камеры источников звука нас сейчас они меньше всего волнует и так мы видим что наш объект вот он наш пистолет да вот он весь вместе с отдельными частями которые в него входят вот например собственно пистолет с рукой я показываю это чтобы было понятно где какой объект но потом нажимаю комбинацию клавиш control z чтобы никаких изменений не очень хороших не внести потому что здесь все уже позиционировано удачным образом и так нам нужно сделать точку в пространстве которая будет нам показывать где у нас конец дула пистолета из которого будет исходить луч лазера помните пример да кто не помнит можете посмотреть либо готовую сцену открыть у себя в проекте либо посмотреть первую часть урока и так как создается пустой объект наверняка вы знаете что есть кнопка create есть create empty можно также использовать пункт меню game object это же create empty можно сделать нажать правую кнопку мыши это же create empty здесь один есть но чтобы не ошибиться нам важно чтобы это был дочерний объект поэтому мы выбираем create empty child так чтобы вот этот объект был внутри иерархии объекта ган если вдруг это не получилось ну к примеру я сейчас отменю вы сделали вот так то вот наш объект он сейчас не входит в иерархию ган это не очень хорошо но можно его удалить или отменить и сделать так как я показывала либо можно вот так взять и затащить на этот объект вот он стал дочерним сейчас мы зададим ему идентификатор это можно сделать вот в этом окошке либо кликнуть левой кнопочкой мыши и вот здесь в окне иерархии тоже появится возможность редактирования здесь пишем ган-энд это конец дула пистолета для того чтобы мы на сцене хорошо видели этот объект мы сейчас зададим ему иконку потому что смотрите если я выделю что-то другое то я уже эту точку не вижу а мне она нужна для того чтобы было легче ориентироваться зададим иконку нажав на вот этот вот изображение кубика ну например выберем вот так вот теперь мы всегда будем видеть где у нас находится этот объект по сути . в пространстве и осталось теперь позиционировать эту точку так чтобы она была вот здесь в конце дула пистолета принципе мы введем конкретные значения но когда у вас будет например какая-то своя модель вам нужно будет сделать аналогичные вещи вам придется вот так вот перемещать объект рассматривать со всех сторон вот например сверху я вижу точно что у меня позиционирована правильно сбоку то есть в принципе вот я сейчас попала достаточно хорошо но я перестрахуюсь там мне кажется что замечательно попала ну я перестрахуюсь и ввиду конкретные значения которые у нас даны в нашем туториале на котором мы основаны на официальном туториале unity и там даны такие цифры в принципе я в них действительно попала 036 036 минус 018 и здесь по z1 вот так позиционируем но в общем принципе близкие цифры и так мы создали вот этот вот пустой объект напоминаю желательно сцену сразу сохранить и теперь нам нужно чтобы скрипт мог находить этот пустой объект и его использовать мы должны сюда вот это вот эту этот объект по сути добавить как мы это делаем мы зажимаем левую кнопочку мыши на этом объекте держим ее не отпускаем для того чтобы не потерять скрипт и перетаскиваем вот сюда в это поле вот теперь у нас она не на аган тэнд и это тоже трансформ потому что типа нас трансформ по сути трансформа то что это наши координаты вот у нас пустой объект имеет определенные координаты xyz в пространстве сохраняем сцену возвращаемся к нашему скрипту принципе сейчас мы можем тестировать но ничего у нас не будет работать кроме того что мы будем ходить по вот этой замечательной локации стрелять мы пока еще не можем потому что никакого функционала у нас нет а весь функционал пишется внутри методов и сначала мы должны определить некоторые значения тех переменных которые объявлены далее приватные переменные и у них значений пока никаких нет а нам надо будет их в реализации алгоритма использовать итак начнем по порядку у нас первое объявлено переменная типа камера далее wait for seconds у нас имеет начальное значение поэтому мы его не будем сейчас никак задавать далее нам нужна ссылка на audio source и line renderer что это вообще такое те кто уже немножечко знаком с редактором unity наверняка слово камера не должно вас смущать потому что камера у нас есть на сцене но где находится непосредственно эта камера но можно ее принципе найти вот так по гизма и вот я попала но не туда нет не совсем в камеру сейчас попала вот у меня объект который по сути является камерой что заставляет этот объект быть камерой этот объект заставляет быть камерой компонент который на нем находится и называется камера со всеми его настройками то есть собственно чем является сама по себе камера это не тема нашего урока поэтому мы сейчас это рассматривать не будем некоторые моменты которые нам нужны для того чтобы реализовать стрельбу с помощью raycast мы обсудим и поясним зачем нам нужна камера камера это глаза нашего игрока вот мы видим что в окошке камера превью мы видим вот такую цель у нас так стоит пистолет мы можем перемещаться соответственно перемещается вместе с нами камера потому что это персонаж от первого лица и из камеры как мы говорили в первой части урока у нас будет испускаться raycast то есть некий луч виртуальный невидимый к той цели в которую мы будем стрелять соответственно нам нужна ссылка на эту камеру мы должны ее получить из скрипта и мы это будем делать в методе старт но есть маленькая проблема мы пишем скрипт для объекта ган и на нем у нас этот самый скрипт а нам нужно найти компонент на другом объекте и вообще как ищутся компонента мы начнем немножко с другого мы найдем компонент audio source это звук с помощью которого будет производиться выстрел и этот звук у нас уже на объекте прикреплен вот он шутер в япон мы можем принципе по нему кликнуть левой кнопкой мыши и даже найти его в структуре проекта вот этот звук и даже можем его послушать этот звук должен будет воспроизводиться тогда когда мы будем нажимать на кнопку fire на левую кнопку мыши в данном случае и мы будем его слышать в игре этот компонент у нас есть прямо на объекте на котором написан этот скрипт стало быть мы можем написать скрипте следующую инструкцию для того чтобы найти этот компонент то есть ссылку на наш аудиосорс на файл который мы будем проигрывать аудиофайл мы пишем ган аудио равно и дальше для того чтобы получить доступ к любому компоненту используется специальный метод который называется get компонент и его синтаксис следующий нам нужно в угловых скобках написать имя этого компонента компонент у нас аудиосорс мы можем скопировать это слово либо здесь начать писать и у нас уже появляется подсказка вот аудиосорс нужно выбрать и в конце пишем две круглые скобки поскольку мы вызываем метод это синтаксис метода для поиска компонентов для получения ссылок на эти компоненты на этом объекте то есть мы в переменную аудиосорс вот в этой вот строчке ган аудио простите получили ссылку на компонент аудиосорс нашего объекта на котором написан скрипт здесь все просто теперь мы все-таки получим ссылку на камеру fps cam и здесь тоже логично использовать get компонент но у нас этот компонент на родительском объекте и для этого у нас есть метод get компонент in parent и все остальное точно так же мы пишем здесь камера и круглые скобки и обязательно в конце точку запятой не забываем сохранять файл тоже здесь показана звездочка это значит что файл не сохранен нажимаем сохранить вот мы теперь получили ссылки на необходимые компоненты следующее у нас переменная laser line и в нее мы должны получить понятно по описанию ссылку на компонент light 3 line рендерер но давайте это сделаем напишем так конечно сначала оператор присваивания get компонент line рендерер и круглые скобки . запятой все сохраняем но не совсем понятно где у нас этот компонент мы же его берем от вот этого объекта здесь на этом объекте этого компонента нет давайте мы этот компонент сейчас на этот объект поставим а потом в программной части разберемся как он работает для того чтобы добавить компонент у нас есть кнопка add компонент прямо в окне инспектор либо мы можем использовать пункт меню компонент но для того чтобы найти этот компонент нам нужно знать где он находится и в принципе мы можем здесь прямо в поиске начать писать line и вот у нас появляется line рендерер все компонент появился тут есть его настройки мы к ним вернемся немного позже и не забываем сохранить сцену теперь если мы перейдем в консоль и даже нажмем на кнопку play у нас ошибки никакие не выдаются то есть все у нас на месте все есть лично рекомендую начинающим обязательно смотреть консоль если вдруг у вас появляются по ходу написания скрипта здесь какие-то сообщения об ошибках лучше сразу исправлять например частая ошибка некоторые пишут неправильно идентификаторы не появляются у них подсказки к примеру здесь написали line рендерер пропустил лазер line пропустили какую-то букву и сохранили здесь какая-то подсказка непонятная допустим да мы переходим в окно редактора в консоль и смотрим сообщение об ошибке она у нас в двадцать четвертой строчке и здесь написано что имя лазер и чего-то такое не существует в данном контексте этого имени нет мы опять же кликаем двойным кликом по этому сообщению либо смотрим прямо переходим в окошко нашего visual студии находим двадцать четвертую строчку и видим да что у нас здесь ошибка потому что в имени переменной мы ошиблись ну это для тех кто только-только начинает у кого еще нет привычки писать линейные программы линейные скрипты и так мы задали начальное значение всех переменных за исключением переменная next fire которая у нас будет уже задействована в реализации функционала выстрела на этом я эту часть закончу так чтобы наши части уроков не были слишком длинными и в следующей части мы уже приступим к реализации управления стрельбой до встречи в следующей части